16 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с правительством Подмосковья и главами городских округов. Среди прочих тем отдельное внимание уделено вопросам, связанным с предоставлением гражданам качественной и доступной медицинской помощи. Губернатор подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации учреждения здравоохранения оснащаются современным оборудованием. На работу привлекаются высококвалифицированные медицинские кадры. Система здравоохранения у нас напряженно работает. Вы знаете, каждую неделю я это говорю о том, что мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек. Дальше наша задача не превышать этот порог. С понедельника колледжи и вуза Подмосковья перешли на дистанционное обучение. Многие учащиеся недовольны таким решением. Андрей Воробьев призвал руководителей учебных заведений разъяснять студентам важность и необходимость подобных мер. Нам очень важно эти занятия. Нам очень важно сохранить дистанционное обучение. И все студенты должны получать знания в прежнем объеме. Понятно, что качество дистанционного обучения уступает очному. Вместе с тем мы идем этим путем для того, чтобы не допустить активного распространения коронавируса. На совещании также обсуждались мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда. До конца этого года планируется расселить порядка 45 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 22 городских округах. В новые квартиры должны переехать более тысячи семей. Если мы из бараков переселяем людей, то новые дома должны соответствовать современным стандартам. Там должно быть все для удобства, комфортного проживания семей. На совещании также подводились текущие итоги работы по пресечению и ликвидации несанкционированных свалок мусора. Для борьбы с нарушителями установлено более 200 комплексов фотофиксаций. С их помощью выявлен ряд фактов незаконного складирования мусора. Всего с начала ноября составлено более 250 протоколов в административном правонарушении. На штрафстоянку помещено 45 транспортных средств.